всех приветствую из текущих фотографий вы сможете понять стоит ли вам тратить свое драгоценное время на это видео стоит ли смотреть его дальше или нет или после окончания фотографии можете выключить так как у меня под много подписчиков интересующихся своим здоровьем и в основном суставами я решил сделать мрт к сожалению врач сказал еще рановато так что придется вам потерпеть еще как минимум до следующего лета я возможно как раз летом и сделаю еще раз мрт и мы узнаем результат вылечил я коксоартроз или я остановил этот процесс в общем то у меня на сегодняшний день ничего не болит все хорошо ну и соответственно здание которым сегодня сидят врачи где аптека вот это вот здание меня заинтересовало я начал ходить и спрашивать людей кто видел это строительство в общем то из достоверных источников я узнал что вот это вот подвальное помещение это не первый этаж это второй этаж представляете в общем он мне рассказал что там было еще огромное помещение его засыпали чтобы во избежание чтобы все это не произошло так как использовать его не собирались поэтому решили просто его засыпать потихоньку теория моя подтверждается что это даже не первый этаж так как я видел стену 55 метров в земле и не видел фундамента то соответственно у меня такая теория появилась что все таки это не первые этажи скорее всего вторые немножко как бы пришло понимание как этот процесс происходил вот те балочно кирпичные здания которых я рассказывал которые считаются здесь архитектурной ценностью которые в основном нельзя переделывать в общем них строили и они сегодня считаются древнейшими их строили в первую очередь и мы видим сколько там мало материала тратилась это немножко дерево и стены в пол кирпича затем когда наладили кирпичное производство начали строить уже из кирпича и в том доме в котором я жил здесь я его прекрасно помню не так уж это давно было это дом вообще 64 года датируется по официальной истории поэтому 64 году скажите кто-нибудь видел чтобы строили подвальные помещения из кирпича с большими окнами тем более моей комнате в подвальной было два больших окна которые у меня находились низ окна находился на уровне примерно паха то есть это получается что даже пол данный момент он был не оригинальный значит пол еще ниже был поэтому вот все так потихоньку складывается да и 64 год это 64 год прошлого века не 19 или 18 в общем я 67 года ну перед моим рождением незадолго в общем-то дом был построен а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Может быть кому-то непонятно Я могу еще снимать Когда буду где-то на подобных улицах Без проблем могу снять Это не сложно Вот так вот По несколько метров проседали целые кварталы Или не, наверное так все-таки строили Наверное рыли огромные котлованы Строили фундаменты, закладывали Потом строили на них стены С кирпичей или с обработанного изнесняка С большими окнами Потом засыпали А все остаток ровняли на улице Да, ладно Все, больше ничего Об этом не буду говорить Субтитры подогнал «Симон» Живая быстрая съемка Пропустили мне ненадолго В старый подвал Сколько тут видно Ну, выше меня однозначно больше двух метров К сожалению, фонарика у меня с собой нету Что мы тут увидим? Ну, большие окна видно как везде Темно, к сожалению, темно Очень темно Ни хрена не видно Ну что, кирпичные стены однозначно Кирпичные стены Очень прикольно Вот они Вот что я и хотел увидеть В принципе, хватит Большие окна Под землей Ну и все Текая Начальник сказал Быстренько Пройдись, посмотри И до свидания Все Здесь я немного еще походил по дворам Этих зданий Этих зданий Которые под ремонт стоят Двери, правда Тоже закрытые Но тем не менее Походил немного Поснимал Даже в окно В окно заглянул Чтобы видно было Что там и Кирпичные стены В общем Все как везде Кому интересно Подписывайтесь Включайте колокольчик Что мы еще увидим Представления не имею Но что-нибудь обязательно увидим Всем удачи Пока Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok